Здравствуйте, друзья! Каждый день мы с вами сталкиваемся с событиями, которые кажутся нам простыми и понятными. Но если присмотреться к ним внимательно, оказывается, что всё не так однозначно. На этой неделе стало известно, что представители Союза автошкол Москвы в ближайшее время встретятся с главой ГИБДД России Виктором Ниловым и предложат ему ужесточить требования к водителям. Эти замечательные люди уверены, что в бардаке на дорогах виноваты именно мы. Хорошо хоть не на 100, а всего лишь на 80 процентов. В Союзе автошкол Москвы заявили, что причиной 80 процентов ДТП в России является человеческий фактор. Это свидетельствует, по мнению представителей автошкол, о низком уровне подготовки водителей. Если идеи представителей автошкол будут восприняты всерьёз, то автомобилистам придётся постоянно возить с собой медицинские справки. О недавно получившем права и вовсе проходить двухлетний испытательный срок. Напомним, что медицинская справка нужна лишь для получения прав и при их замене, то есть раз в 10 лет. Срок действия такой справки – один год. По закону сотрудники ГИБДД имеют право проверять наличие медицинских справок лишь при выдаче водительского удостоверения. Представители же автошкол считают, что в пункте 2.1.1 ПДД, где перечисляются документы, которые водитель обязан возить с собой и предъявлять по требованию инспектора, должны быть включены и медицинские справки. Другое предложение связано со статусом начинающего водителя. На первые два года он должен получать лишь временное удостоверение. Для новичков представители автошкол предусмотрели ограничения по скоростному режиму на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям. Когда я услышал эту новость, я сразу понял, что в ней что-то не так, не сходятся концы с концами. Вот сами подумайте, автошколы пожаловались в ГИБДД на то, что они плохо учат водителей. И предложили ужесточить правила в отношении думаете себя? Нет. Конечно же в отношении водителей. То есть автошколы работают из рук вон плохо, но отвечать за это должны не они, а те, кого они учат. Все перевернули с ног на голову и переложили проблему с больной головы на здоровую. Есть еще важный и одновременно странный момент. Последовательные ужесточения в отношении водителей естественным образом приводят к оттоку желающих сесть за руль. А повышение цен дополнительно оттолкнуло часть потенциальных автомобилистов, заставив их отложить планы по обучению на потом. То есть мы видим, что работает простая формула. Чем хуже для автомобилистов, тем хуже для автошкол. Так почему же эти ребята рубят сук, на котором сидят? Но если немного проанализировать то, что они требуют ввести, мы увидим, почему они это делают. Угадаете? Безопасность дорожного движения? Нет. Безопасность нас с вами? Конечно же нет. Сохранение жизни и имущества? Не угадали. Повышение образованности и ответственности водителей? Нет. А что же это? Это деньги. Большие деньги. Я бы сказал, просто огромные деньги. И принести эти огромные деньги может медицинская справка. Напомню, что сейчас получить ее для обычного водителя весьма непросто. Для начала вам надо будет пройти медицинскую комиссию, состоящую как минимум из врача-терапевта и врача-офтальмолога. После этого вам надо будет посетить наркологический и психоневрологический диспансеры, где вас осмотрят нарколог и психиатр. Казалось бы, делов-то, если бы не один нюанс. Каждый этап в этой медицинской истории платный. В Москве легально получить медицинскую справку стоит в среднем 5000 рублей, если это требуется сделать быстро. И 2000 рублей, если вы никуда не торопитесь. Так как, когда вы воспользуетесь записью в районную поликлинику, окажется, что очередь к бесплатному терапевту и офтальмологу может составить до трех недель. В других регионах цены поменьше, но все равно составляют около 3000 рублей. Спасает ситуацию то, что справку водители получают сейчас раз в 10 лет. А теперь представьте себе, что каждому водителю в стране придется получать медицинскую справку каждый год. Вместе с полисом ОСАГО и диагностической картой на автомобиль. Давайте посчитаем, сколько же заплатят 60 миллионов российских водителей за ежегодный медицинский осмотр себя же, который предлагают ввести в Союзе автошкол Москвы. Несложное арифметическое действие даст нам цифру 180 миллиардов рублей. И это не считая бессмысленной потери времени в 120 миллионов дней, когда вместо того, чтобы заниматься делом, вы будете бегать по врачам и собирать бумажки. А если не захотите, то как в старые добрые времена, справку вам привезут с доставкой на дом недорого. Именно с этой точки зрения и надо рассматривать предложение Союза автошкол. Они, по сути, предложили изымать из карманов российских автомобилистов ежегодно 180 миллиардов рублей. Еще 250 миллиардов рублей мы платим за неработающий ОСАГО. 70 миллиардов рублей стоит нам ежегодная диагностика наших автомобилей. Если просуммировать эти расходы, получится впечатляющая сумма. Пол триллиона рублей ежегодно. Это очень неплохой куш. Ради него можно и все автошколы в поликлинике перепрофилировать. Так что держитесь, друзья. И до встречи в потоке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова